спорт это путь к здоровью а заниматься спортом с мячом намного интереснее мяч доступен всем и на уроках физической культуры я обучаю детей основным приемом и навыкам игры баскетбол тема моего мастер-класса особенности обучения техническим приемом игры баскетбол школьников разного возраста связи с этим можно выдвинуть рабочую гипотезу если в каждом школьном возрасте грамотно применять определенную последовательность и методов обучения игре баскетбол то в итоге можно получить техничного подвижного отлично скоординированного баскетболиста и доказать нам это помогут дети младшего школьного возраста младший школьный возраст возраст характеризуется основным набором технических моментов игры баскетбол у детей данного возраста активно развиваются кисти пальцы и сейчас мы с вами приведем ряд упражнений которые помогут нам это доказать итак девочки строимся на черной линии так молодцы сделайте шаг вперед хорошо итак первое упражнение которое мы с вами сделаем будет на развитие ваших пальцев и так сейчас мы с вами принимаем среднюю стойку ноги примерно на ширине плеч либо чуть шире обратили внимание что здесь я буду работать пальцами и одновременно с этим я буду приседать всем понятно начали пальцами активнее работаем движение короче чаще молодцы кончики пальцев у нас с вами работают отлично стоп теперь мы с вами будем учиться правильно держать мяч и так мяч мы с вами должны выкладывать пальцами подонями а пальцами большие пальцы смотрят друг на друга и все фаланги пальцев ровно распределяется по обеим сторонам мяча итак попробовали взять мяч так так молодцы пальцами так обрати внимание сейчас я правильно взял мяч а вот так правильно так пробуй здесь так молодцы ладошки дышит дышит отлично хорошо теперь мы с вами попробуем выполнить следующее упражнение которое называется закрутка мяча мы обхватываем мяч пальцами сгибаем ноги в коленных суставах и пытаемся мяч закрутить и плавно поймать пальцами закрутили поймали закрутили поймали готовы и так по свистку мы с вами начинаем готовы а что был сигнал свисток и так по свистку мы с вами начинаем молодцы так отлично пальчиками ловим мяч молодцы хорошо теперь мы с вами попробуем выполнить упражнение под немного посложнее сейчас ваша задача лечь лечь на живот и мяч оставить справа от себя сейчас ваша задача положив мяч на шею принять положение упора лежа готовы справитесь начали так молодцы хорошо здесь очень важно сохранить равновесие в этом упражнении молодцы отлично 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 молодец евелины получилось так увидите тоже так молодцы хорошо встаем скажите сложные упражнения сложные и так сейчас мы с вами будем учиться упражнению под названием восьмерка и так ноги ставим шире плеч многие хорошо согнуты в коленных суставах и так будем работать пальцами смотрите беру мяч и вокруг ног очерчиваю какую цифру 8 я работаю быстро пальцы у меня работают активно готовы по свистку мы с вами начинаем готовы стоп а что был свисток работаем по активней пальцами стараемся смотреть вперед молодцы молодцы так хорошо стоп мячи положили перед собой и сделали шаг назад отлично сейчас мы с вами будем выполнять и будем учиться стойке баскетболиста и так обратили внимание ноги в коленях согнуты ноги находится на ширине плеч руки мы ставим вот таким вот образом готовы поймать мяч все понятно видели когда-нибудь зоопарке обезьянку которая сидит в клетке видели вот и вещи надо что-то там захватить какой-то банан схватить и так далее руки держим вот таким вот образом пальцы широко готовы готовы по хлопку мы с вами начинаем молодцы так приняли стойку руки слишком широко не нужно руки расположены вот здесь молодцы хорошо 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 сейчас мы с вами при нем положение упора лежа приняли упор лежа и также по хлопку мы с вами начинаем и принимаем стойку баскетболиста готовы так молодцы хорошо теперь мы с вами пройдем на скамейку можно встать на скамейку упражнение называется десантник примерно представляете как десантник приземляется с парашютом да сейчас ваша задача спрыгнуть со скамейки по моему сигналу когда вы спрыгните вы приземитесь мягко на носках бесшумно и примите какую стойку стойку баскетболиста готовы по свистку мы с вами начинаем готовы молодцы отлично хорошо пройдите к своим мечам хочу добавить что еще в древнем китае было известно а сейчас и доказано наукой что игры и упражнения с кистями и пальцами рук активно влияют на развитие мозга человека я предлагаю их использовать всем учителям в течение урока на динамических паузах на моем сайте размещены видеоролики с комплексами упражнений для пальцев и кисти рук которые оздоравливают организм улучшают память умственные способности ребенка устраняют эмоциональное напряжение дополнительно на моем сайте вы можете посмотреть упражнения которые будут использованы вами при обучении детей игры баскетбол и так средний школьный возраст данный школьный возраст характеризуется развитием моторных способностей обучающихся в данном возрасте дети уже умеют активно применять все свои технические приемы игры баскетбол в самой игре и сейчас мы вам продемонстрируем как осуществляется техника броска мяча в кольцо на два шага и так направо за мной шагом марш сегодня мы с вами будем учиться технике броска мяча в кольцо на два шага прежде чем начать изучение данного элемента баскетбола я вам продемонстрирую технику выполнения и так начинаем бросок примерно 6 метров выполняем сначала видение мяча правой либо левой рукой затем делаем два шага и бросок мяча в кольцо и так основная задача делать два шага иначе если мы будем делать больше двух шагов судья покажет какой жест пробежка хорошо молодцы итак сейчас наташа вставай сюда на мое место вытяни руку и возьми мяч хорошо сейчас вы по очереди мяч можно положить перед собой по очереди будем выполнять с вами подводящие упражнения стоя примерно в одном шаге от мяча я сделаю шаг правой ногой возьму мяч в руки сделаю шаг левой ногой выполни прыжок и бросок ваша задача здесь руку оставить до тех пор вверху пока мяч не упадет на пол все ясно готовы начали хорошо меняемся теперь полина у нас стоит с мячом наташа выполняет бросок хорошо еще по разу отлично теперь мы с вами берем мячи и построимся за мной в одну колонну следующие подводящие упражнения которые мы с вами выполним осуществляется следующим образом стоя в стойке баскетболиста мы с вами делаем шаг правый левый бросок все готовы всем все понятно начали хорошо хорошо следите за рукой не забывайте оставлять руку после броска отлично здесь хорошо работает локоть направлен цель и так молодцы получается отлично теперь мы с вами встаем на линию трех очковых бросков и будем выполнять уже бросок после ведения мяча готовы мне нужно вам еще раз показать данный элемент нет начали лично не забываем правильно ставить локоть и последний бросок так хорошо можно взять мячи в руки и построиться на стать на черную линию и так мы с вами выполнили данный технический элемент баскетбола и скажите какие основные моменты данного приема вы можете рассказать работа кисти работа ног еще и работа локтя в среднем школьном возрасте целесообразно применять метод раздельного разучивания двигательного действия и затем объединить все в одно единое целое для баскетболистов данного школьного возраста целесообразно развивать зрительные анализаторы и координацию движений и в этом нам помогут следующие физические упражнения на своих занятиях я стараюсь подобрать комплекс упражнений таким образом чтобы он подходил каждому ребенку ведь недаром в наших классах инклюзивно обучается и дети с увызы для них типичны такие двигательные расстройства как недоразвитие мускулатуры нарушение быстроты реакции точности движений а кроме того и слабая воля поэтому к ним нужен индивидуальный подход при выполнении упражнений на координацию должно быть больше повторений для разучивания отдельных элементов тех или иных движений с постепенным увеличением скорости переходим к старшему школьному возрасту у детей старшего школьного возраста уже формируются основные навыки игры баскетбол дети данного возраста уже хорошо определяют и дифференцируют для отдельные движения и объединяют их единое целое сейчас мы вам покажем на примере взаимодействия двух игроков в нападении итак сейчас ваша задача встать катя встает на линию трех очковых бросков хабиб остается на правом крыле игорь стоит рядом с трех очковой линии ваша задача ваша задача передать мяч катя в этот момент игорь начнет движение и показ рукой ближе к кольцу одновременно с этим хабиб начнет движение встанет на место игоря затем катя отдает передачу хабибу отдает передачу хабибу хабиб отдает пас игорю и затем у нас с вами будет завершение броском все понятно все понятно встаем по местам встаем по местам здесь давайте первый раз мы с вами сделаем это упражнение в медленном темпе в пол силы чтобы вы поняли как правильно выполнять те или иные действия готовы готовы начали передача 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 хабиб набегает и выполняет хороший бросок так хорошо а теперь мы с вами выполним в более быстром темпе примерно 70 процентов от ваших максимальных 100 скоростных способностей готовы начать так хорошо сделаем еще раз сделаем еще раз данный элемент при этом мы с вами будем отдавать хорошую передачу хабиб завершить хорошим броском при этом вы должны двигаться синхронно готовы начали хорошо отлично можете встать на черную линию скажите после проведенного упражнения какие технические приемы игры мы с вами здесь увидели передача мяча видение мяча бросок мяча в кольцо скажите в какой момент игры баскетбол мы с вами применим данный элемент техники хорошо молодцы дети данного школьного возраста уже вполне могут синтезировать и анализировать полученную ими информацию и необходимо на уроках физической культуры применять метод проектной деятельности продуктом проектной деятельности на уроках физической культуры может быть разработанный комплекс упражнений для разминки для отработки двигательных действий кроме того пропустившие уроки по болезни или освобожденные от физических упражнений дети могут написать проект о знаменитых спортсменов это тоже важно так как кумиры вызывает у детей интерес к какому-либо виду спорта подведем итог основные приемы средства и методы которые применялись на моем мастер-классе эффективны они оптимальны для каждого школьного возраста и тем самым мои ученики достигают все более высших результатов в соответствии с этим гипотеза верна и подтвердилась потребность движения заложена у человека биологически во время движения вырабатывается гормон радости до дофамин при обучении в коллективной игре развиваются зеркальные нейроны человека развивается и его мозг так что любите баскетбол будьте здоровыми умными живите в радости и и Субтитры создавал DimaTorzok